Девять вечера в украинской столице. Главные новости этого дня расскажут корреспонденты ЮЭТВ в студии Максим Малынов. Добрый вечер. Соединенные Штаты поддерживают введение миротворцев ООН на территорию Донбасса, а также рассматривают вопрос предоставления летального вооружения Украине. Такое заявление сделал помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Вэс Митчелл. На встрече с президентом Пентром Порошенко говорили о прогрессе Украины в реализации реформ, получении очередного транша МВФ, продлении санкций против России, вплоть до полного выполнения Кремлем минских договоренностей. Также Вашингтон в очередной раз подтвердил свою поддержку в восстановлении территориальной целостности Украины. Предоставление летального оружия Украине – это один из вариантов, которые мы рассматриваем. Как подчеркивал министр обороны США Джеймс Мэттис, такую возможность еще изучаем. Мы показали большие успехи за эти три с половиной года. Проделали огромную работу. Нет ни одной сферы, где бы не было прогресса или же не стартовали реформы. Динамика реформ и поддержка Украины – вот ключевые темы встречи президента Петра Порошенко с комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханна Самханом. Глава украинского государства рассказал о нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму. В Евросоюзе выразили неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Также стороны обговорили подготовку к саммиту Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе. Госбюджет Украины на следующий год – стратегия развития Министерства внутренних дел до 2020 года и ремонт дорог. Вместе с министрами на заседании Кабмина побывала и моя коллега Алена Клюзко. Глава украинского правительства Владимир Гройсман начал заседание с главной задачи – ко второму чтению проект бюджета на 2018 год с поправками народных депутатов должен быть готов. Цель – принять документы до 10 декабря. Это даст возможность всем адаптировать свою работу начиная с 1 января 2018 года. И самое главное – мы должны быть предсказуемы и не делать сюрпризов под елку. Также Кабмин утвердил стратегию развития Министерства внутренних дел 2020. Проект разрабатывали полгода. Его лозунг – безопасность противодействия преступности и подотчетность сотрудников правоохранительных органов. По словам главы ведомства Арсена Авакова, стратегию готовили совместно с экспертами консультативной миссии ЕС. В разработке стратегии принимали участие и граждане Украины. Она прошла публичное открытое обсуждение и была одобрена общественностью. Люди надеются, что эта система будет действенной. Мы видим, что уровень доверия к нам растет. За последние пять лет в Украине отремонтировали 2000 километров дорог. Это рекордный показатель, сообщает глава Украфтодора Славомир Новак. В следующем году планируют продолжить масштабные ремонтные работы, строительство новых автомагистралей и современных пешеходных переходов. Мы планируем в течение трех-пяти лет сделать всевозможное, чтобы в стране появилась сеть дорог первой и второй категории, которая соединит все региональные центры Украины. Строительная машина начала работать. В следующем году она будет работать с еще большей силой. Важно еще то, что благодаря системе госзакупок Прозоро за этот год мы сэкономили 2,5 миллиарда гривен. Также на сегодняшнем заседании Кабинет министров увеличил одноразовую материальную помощь семьям погибших, участников АТО и военнослужащим, получившим инвалидность. Сумма выплат с 30 тысяч долларов выросла до более чем 45. Теракт на востоке Украины в результате подрыва полицейского автомобиля на противотанковое имение. Один правоохранитель погиб, еще двое ранены. Пострадавших госпитализировали. Инцидент произошел возле поселка Толоковка Донецкой области. Мариупольские полицейские ехали на вызов о незаконной вырубке леса. В их зону обслуживания ходили поселки на линии разграничения. Накануне мин на этом участке не было, военные свободно передвигались. Взрывотехники обнаружили еще один замаскированный боеприпас на этой местности. На месте события работают взрывотехники, кинологи со служебными собаками, которые обследуют территорию и ищут взрывоопасные предметы. Данные преступления квалифицировали как теракт. Выражаем соболезнования семье и близким погибшего правоохранителя. За жизнь двоих пострадавших борются медики. Тем временем российские оккупационные войска продолжают нарушать перемирие. С начала суток боевики в восемь раз открывали огонь по украинским позициям. На Луганском направлении обстреляли из крупнокалиберного миномета защитников Травневого. Из гранатометов и пулеметов били возле Новолуганского. Также стреляли недалеко от Крымского и Донца. Применяли гранатометы и стрелковое вооружение. На Донецком направлении боевики обстреляли украинские укрепления возле Водянова, Новомихайловки и Авдеевки из пехотного вооружения. Вблизи песков применили миномет. Во время наиболее дерзких провокаций военнослужащие вооруженных сил Украины давали жесткий ответ оккупантам. Использовали незапрещенное минскими договоренностями вооружение. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Тревожная и нестабильная остается ситуация на востоке Украины. Об этом говорили на заседании трехсторонней контактной группы в Минске. Сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы и Дарка Алифер в Фейсбуке. Украинская сторона настаивает на предоставлении спецмиссии ОБСЕ полного доступа на всю территорию неконтролируемых украинскими властями районов Донбасса и госграницы между Россией и Украиной. А также требует немедленно разблокировать работу пункта пропуска «Золотое» в Луганской области. Все нарушения решения прекращения огня, особенно вблизи объектов гражданской инфраструктуры, представляют собой угрозу на население. Полностью, осознавая все эти риски и угрозы, стороны еще раз подтвердили свою приверженность больному и бессрочному режиму прекращения огня. Украинская делегация представила в ООН доклад о ситуации с правами человека в стране. Также выступили независимые эксперты и представители правозащитных организаций. Особое внимание уделили нарушениям прав человека на востоке Украины, прекращению насилия на оккупированных территориях и полной имплементации минских договоренностей. «К сожалению, по опыту мы видим уже за три с половиной года, что не только конвенция по правам человека, а любая даже другая конвенция, международная, которая даже действует, а могла бы действовать во время военных действий, Российская Федерация не выполняет. Поэтому как раз это в контексте всей стратегии, я думаю, наших дипломатов, сегодня заместитель министра иностранных дел господин Кислица представил это. Проект закона о деоккупации Донбасса внесут на рассмотрение Верховной Рады уже в декабре. Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны должен прийти к компромиссу еще по одной статье этого закона, перед тем, как выносить его на голосование депутатов. Он касается освобождения оккупированных территорий. Ко второму чтению в законопроект решили не вносить вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией, так как это полномочия Кабинета министров. Но включили в текст изменения, упоминаемые о Крыме. Мы вспоминаем Крым не только в преамбуле, но и, например, в статье 2, где речь идет о статусе соответствующих территорий. Статус Крыма говорится, что этот статус регулируется как этим законом, так и законом о полуострове, между государственными договорами, которые ратифицировала Украина. То есть мы максимально вписали все, чтобы не оставить ни одной лазейки для претензий или обжалований со стороны России. Как закон о реинтеграции Донбасса может изменить ситуацию на востоке Украины? Приблизит ли он наступление мира и освобождение оккупированных территорий? И каковы шансы, что депутаты его поддержат? Об этом говорим сегодня с Юрием Грымчаком. У нас в студии заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Здравствуйте, Юрий. Добрый день. Итак, после первого чтения депутаты подали к документу более 600 правок. Что их именно не устраивало в первую очередь? Ну, некоторых не устраивал просто этот закон, потому что он недостаточно радикальный. Некоторые просто как бы внутренне партийная борьба. Но вот серьезных таких кардинальных изменений, которые бы предлагались, в этом законе нет. То есть все 600 правок это, по сути, популизм, вы считаете? Ну, либо популизм, либо просто отсылки к тем законам, которые уже приняты. Ну, там много такого. Их разбили на четыре, по-моему, подгруппы. То есть все правки идут как бы в четырех направлениях, похожих одна на другую. То есть, ну, некоторые просто повторяются одни и те же практически. Что касается даты начала оккупации, либо начала агрессии, что дает? Ну, ведь те люди, которые боролись за то, чтобы включили этот пункт в закон, они же чем-то мотивировали? Ну, они хотели, чтобы была указана отдельная дата про начало оккупации или просто оккупации отдельных районов Донецка. Почему это важно? Ну, люди так считают, что это важно. Понимаете, в чем дело? Вот Вторая мировая война началась с 1 сентября 1939 года. Вопрос, когда началась, какой датой считать дату оккупации Варшавы? Это является дата принципиальной или нет? Ну, по большому счету, 1 числа начали, условно говоря, 6 сентября заняли Варшаву. То есть, дата оккупации Крыма не важна в контексте дальнейших действий последний. Есть дата начала агрессии. Вот 1 сентября. Все, что произошло потом с Польшей, условно говоря, да, и со всем миром, оно придет начать от 1 сентября. И потому на сегодняшний день все, что происходит в российско-украинских отношениях в последние три года, они начались 20 февраля 2014 года. Это дата начала агрессии. То, что она была не только в Крыму, но и на Донбассе. Ну, это уже грех России, куда они от этого денутся. Еще одни правки касаются обязанности страны-оккупанта полностью обеспечивать оккупированные территории. Означает ли это то, что Украина отныне не должна будет больше платить пенсии, соцвыплаты и так далее? Ну, вы понимаете, в чем дело. Люди, которые находятся на неконтролируемых территориях, все равно остаются и продолжают и будут гражданами Украины. На которых распространяются действия всех законов, которые есть у нас в стране. В том числе и законы пенсионного обеспечения. Здесь вопрос в том, что мы не можем сегодня, это признали наши, так скажем, союзники западные. Была отдельная такая группа немецко-французская, которая установила, что мы как государство Украины на неконтролируемой территории не можем обеспечить выплат пенсии. То есть мы это говорили, но они там в свое время брали на себя обязательно организовать такое, ну попробовать, да, они установили, что это невозможно. Но любой гражданин с неконтролируемой территории, который имеет право на пенсию или уже получал ее, он может явиться в органы пенсионного фонда, находящиеся на контролируемой территории и получить либо пенсию за все те года, весь размер, который он не получал, она ему будет выплачена одним платежом, либо оформить пенсию в соответствии с действующим законодательством. То, что в закон включили еще вопрос о деоккупации Крыма, как вы думаете, как это повлияет в дальнейшем на его рассмотрение? Опять же, это вопрос был, ну вот вы должны понимать, что депутаты имеют одну такую небольшую особенность. Все, что принято в законодательстве до нас, кроме Конституции, наверное, оно чаще всего даже не читается. И некоторые даже не знают об этом. То есть, когда было выступлено и сказано, ну что же, вы написали закон о деоккупации вот отдельных районах Донецкой и Луганской области, а никак не упомянули в этом законе о Крыме. Еще раз повторю, в апреле 2014 года такой закон был принят, где все эти вопросы отражены. Юридический статус Крыма полностью определен в сегодняшней ситуации. То есть, можно ли еще что-то вспомнить? В этом законе, в первом варианте, да, там есть упоминание о Крыме, о том, что принятие этого закона никоим образом там не отменяет действия, там и так далее. Ну, если депутаты захотят, пусть включат. Хотя это достаточно странная логика. Закон о деоккупации отдельных районах Донецкой и Луганской области включать положение о Крыме. Ну, просто нелогично. Даже звучит нелогично. Ну, вы считаете, что не читали просто предыдущий закон? Я думаю, что многие о нем просто не знали. Ну, такое тоже у нас бывает. Но, простите, вот было такое, обязательно признать Россию агрессором и так далее и тому подобное. Ну, у нас есть закон, где Россия уже признана агрессором, и дата агрессии установлена, и то, что Крым оккупированная территория. И даже в названии нашего министерства, это временно оккупированная территория. Так вот, мы впервые вот такими временно оккупированными территориями признаем отдельные районы Донецкой и Луганской области. А Крым признан оккупирован уже очень давно. Ну, скажем так, не помешает лишний раз прописать? Ну, почему нет, я не против. Бумага все стерпит. От разрыва дипломатических отношений с Россией как пункта закона депутаты все-таки отказались. Как вы думаете, почему? Потому что, во-первых, опять же, ну, этот закон, он узконаправлен. Он четко направлен на, расписывает действия власти Украины, нашей власти, в ситуации, которая есть сейчас, как мы будем действовать, когда эти территории будут освобождены, и некоторые другие нюансы. К чему я это говорю? То есть, вот есть закон о деоккупации отдельных районов, да? Туда мы вставляем о том, что мы разрываем дипломатические отношения с Российской Федерацией. Ну, во-первых, разрывы отношений, есть Венская конвенция 61-го года, где четко расписано, как, кто и каким образом это делает. Но, ладно, мы не читаем документы, это лишнее, мы вот туда вставим. Вот пройдет, условно говоря, 10 лет, и после разрыва отношений мы должны будем их опять каким-то образом. Войны заканчиваются. Дипломатические отношения, например, между Японией и Советским Союзом существовали, и с Российской Федерацией существуют до сегодняшнего дня. Хотя мирный договор между ними не подписан. Они юридически находятся в состоянии войны. Ну, так, если мирный договор не подписан, война как бы продолжается. Ну, так получается. Так вот, к чему я это говорю? То есть, и вот через 10 лет надо опять восстанавливать дипломатические отношения, вдруг поясняется, что у нас есть закон, который надо изменить. Хотя он никакого отношения к дипломатическим процедурам не имеет. Это первое. Ну, и второй момент, это логично. Почему? Потому что процедура прописана, я уже сказал, и разрыв дипломатических отношений происходит при определенных условиях, и производится исполнительная власть. В данном случае, кабинетом министра. То есть, это... Ну, а вы-то сами как считаете, необходимо ли Украине разрывать отношения дипломатические с Российской Федерацией? Я люблю задавать вопросы, а на каком уровне у нас сейчас находятся дипломатические отношения с Российской Федерацией? Как зовут посла России в Украине и посла Украины в России? Так, ну вопрос, очевидно, не мне. Вы, я думаю, тоже не знаете. У нас нет послов. От слова вообще. Был посол Зурабов, его отозвали. Украина отозвала посла. Он сейчас у нас работает представителем Украины в ООН. На сегодняшний день уровень посольств России и Украины на уровне первых советников. Россия не может назначить послов нам. Мы не подписываем АГРМА, ну, то есть, согласие на посла российского, а мы не подавали в Российскую Федерацию. Но это не мешает работать там, на территории Российской Федерации, нашим консулом, который обеспечивает защиту. У нас только граждан Украины, которые находятся сегодня в тюрмах по, как мы считаем, политическим статьям, ну, вот, по разным оценкам от 60 до 100 человек. В российских тюрьмах? В российских тюрьмах. Те, которые находятся под сессием, те, которые осуждены, осуждены 60 точно. Вот. Они должны получать помощь от нашей страны. То есть, если дипотношения будут разорваны, эти люди останутся без помощи? Нет, они все равно будут. Ну, это уже несколько затруднит. Надо будет договариваться с некой нейтральной страной о том, что она будет представлять наши интересы. И наши консулы должны теперь будут числиться в посольствах этих стран. Но это целая процедура, которую, я не знаю, есть ли в этом смысл сегодня. То есть, я считаю, что любое действие на внешней арене, любое действие там по экономическим связям, оно должно отвечать одной простой вещи. Это выгодно Украине или нет? Вот в чем выгода сегодня разрыва дипломатических отношений, я не вижу. Любой разрыв дипломатических отношений, это в первую очередь дипломатический ход. Вот когда нам и нашей стране потребуется этот дипломатический козырь, да, условно говоря, положить на стол, мы это сделаем. Но сегодня я не вижу таких обстоятельств, которые нас бы к этому принудили. Спасибо. Будем надеяться, что депутаты при рассмотрении этого закона во втором чтении будут реагировать именно рационально, а не эмоционально. Заместитель министра по вопросам временно оккупированной территории и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак был гостем нашей студии сегодня. Свободу украинскому политзаключенному Олегу Сенцову такая акция прошла у посольства России в Берлине, сообщает Укринформ. Члены международной правозащитной организации Пен-клуб пришли под здание диппредставительства с фотографиями Сенцова и плакатами. Украинца задержали в оккупированном Крыму в мае 2014 года. Российский суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы террористическую деятельность. Последние две недели он провел в штрафном изоляторе. А вот мировые СМИ теперь в России считаются иностранными агентами. Таковыми депутаты Госдумы признали масс-медийные ресурсы, которые зарегистрированы за рубежом. Парламентарии единогласно одобрили поправки к соответствующему законопроекту. Теперь под понятие СМИ попадают все ресурсы, публикующие какую-либо информацию, то есть даже не новостные сайты и социальные сети. Под каждой статьей они теперь обязаны ставить подпись «Иностранный агент». В Госдуме заявляют «Новое правило – ответ на действия Министерства юстиции США». Но в прошлой неделе, напомню, оно потребовало, чтобы российский телеканал «Раша Тудей» зарегистрировался в качестве иностранного агента. Поправки вступят в силу после подписания закона президентом России. То, что требует этот закон, это требует, чтобы все иностранные СМИ, они вещали со специальной плашкой, что они иностранные агенты. Но кто эти иностранные СМИ, которые могут вещать в России? Их уже всех оттуда выгнали. То есть у нас уже нет ни CNN, ни BBC, ни Радио Свобода. Там остались только российские СМИ. И поэтому на кого, собственно, это будет распространяться до конца, в общем, непонятно. Ну, в любом случае, это дополнительный повод для репрессий. Если где-то у кого-то в составе акционеров найдется какой-нибудь иностранец или иностранное юридическое лицо, ну, на такой СМИ можно будет дополнительно оказать давление. Европарламент рекомендует ввести санкции против Польши в связи с резонансной судебной реформой. Соответствующую резолюцию поддержали большинство депутатов – 438. Ситуация создает риск серьезного нарушения европейских ценностей, говорится в документе. В Варшаву призывают уважать верховенство права. В польском МИДе решения евродепутатов считают политизированным и обвиняют ЕС в попытке давления на власть. Судебную реформу в стране приняли в середине июля. Согласно новым введениям, Верховный суд подчиняется Министерству юстиции, а правительство будет иметь большее влияние на назначение глав судов. В Евросоюзе считают, что это негативно повлияет на независимость судебных органов. Президент Дуда представил два новых законопроекта, касающихся Верховного суда и Национального совета судей. Еврокомиссия тщательно анализирует эти законопроекты и следит за развитием ситуации. Уже сейчас мы можем сказать, некоторые пункты этих законов вызывают серьезные опасения. Это испытание для властей Польши показать миру желание уважать верховенство права, прислушиваться к нашим рекомендациям и решению Венецианской комиссии. Климатическая конференция ООН стартует в Бонне. Делегаты из двух сотен стран обсудят, как реализовать Парижские соглашения, вступившие в силу в начале ноября 2016 года. Государства, подписавшие его, обязались существенно сократить выбросы углекислого газа и бороться с глобальным потеплением. Документ резко раскритиковал Дональд Трамп. В июле этого года он выполнил свое предвыборное обещание и вывел Соединенные Штаты из этого соглашения. Грецию затопило после проливных дождей. В городе Мандра, неподалеку от Афин, погибли не менее 14 человек. Десятки попали в больницы с травмами и переохлаждением. Разрушили здания, потоки воды выбивали двери, обрушали стены строений и смывали с дорог автомобили. В регионе закрыты десятки школ, приостановлены движения транспорта. Местных жителей призывают по возможности не передвигаться в автомобилях. Ликвидировать последствия непогоды помогают сотни спасателей, пожарных и военных. Все разрушено, ничто не уцелело. Два моих автомобиля смыло, и я понятия не имею, где они находятся. Внутри дома все полностью уничтожено. Вещи попадали на пол и сломались. Если даже двери выбило потоком воды, представьте, что здесь происходило. Это был наш новый дом, мебель, вещи, все было новое. А теперь вода и грязь накрыли все – кровати, ванны и гардероб. За всю мою жизнь я не видела такой катастрофы. В жгучий холод с энергией солнца британские полярники собрались покорять Южный полюс, не пользуясь топливом и электрогенераторами. С собой прихватили лишь оборудование на солнечных батареях. Полтора месяца пути 40-градусные морозы и никакого традиционного топлива. В Антарктиде стартовала одна из самых смелых экспедиций – South Pole Energy Challenge. Двум британским полярникам Роберту и Барни Свону предстоит добраться до Южного полюса, используя только биологическое топливо и солнечные батареи. Мы с Барни пройдем почти тысячу километров до географического Южного полюса. И это первое в истории подобное путешествие отца с сыном. И впервые мы пройдем весь путь, выживая только с помощью возобновляемой энергии. Роберт Свон стал первым в истории человеком, покорившим оба земных полюса. Он сделал это еще в 80-х. Теперь отправляется в путь с сыном. До начала экспедиции оба усиленно тренировались. Каждому предстоит везти сани с солнечными батареями, печкой, продовольствием и древесной щепой. Биотопливо тестировалось в температурах до минус 60 градусов по Цельсию. Но я сказал Барни, если мы почувствуем такие морозы, значит находимся в неправильном месте. В среднем температура должна не опускаться ниже минус 40. И поверьте мне, это достаточно холодно. Продовольственный запас скромный. Масло, калорийные зерновые, ореховые плитки и шоколад. Все, что мало весит, но быстро утоляет голод. С водой сложнее. Ее придется добывать на месте. Вода в Антарктиде на весь золото. Без нее не выжить. Об этом постоянно напоминает мой отец. Мы искали лучший способ добывать воду из снега. И в итоге нам помогло НАСА. Дали ледотайлку. На его верхушке солнечная батарея. Так что в течение дня снег со льдом внутри будут постепенно нагреваться, превращаясь в воду. За время похода полярникам предстоит сразиться с опасностью обморожения, снежной слепотой и серьезными физическими нагрузками. Но оба уверены, риск оправдан. Своей экспедиции планируют доказать, даже в самых суровых условиях можно выжить с помощью возобновляемой энергии, не нанеся вред экологии Антарктиды. Варвара Миронкова, UATV. Создание первых правительственных организаций, введение украинской денежной единицы, развитие собственного войска и флота. Узнать о главных событиях в истории Украины прошлого века можно на выставке «100 лет борьбы. Украинская революция». На ней побывала моя коллега Анна Нестеренко. На 70-метровой экспозиции Александр внимательно рассматривает 20 баннеров. На них 10 предводителей революции и 250 архивных документов. На выставку пришел не из праздного любопытства. Среди материалов надеется найти информацию о своем прадеде. Я почему остановился возле стенда с украинским войском? Мой прадед, как мне известно, служил в Миргородском полке и больше ничего о нем не знаю. Поэтому мне очень интересно выяснить больше, понять роль моего прадеда в формировании украинского войска и рассказать о нем своим внукам и детям. Выставку посвятили столетию провозглашения в 1917 году Украинской Народной Республики, автономной единицы в составе Российской империи. Годом позже четвертым универсалом Центральной Рады УНР объявили независимым государством. Российская пропаганда пытается представить современное украинское государство как что-то случайное, что появилось за счет развала Советского Союза. Но эта выставка показывает, как украинцы создавали свое государство еще сто лет назад. Тогда был сформирован украинский парламент, украинское правительство, украинская академия наук, национальный банк, украинское войско и другие институции настоящего государства. А у Владимира выставка вызывает профессиональный интерес. Военный внимательно рассматривает инсталляцию проукраинское войско. Вместе с побратимами он прошел весь Майдан и самые горячие точки войны на Тонбассе. Участвовал в освобождении Славянска от боевиков. Пришел сюда, потому что уверен, современные бойцы должны перенимать опыт своих предков. Я даже отпросил со службы нескольких военных, чтобы они смогли посетить выставку. Тема армии тех времен и вообще тема ОНР очень актуальна сегодня. Ведь тогда была государственная армия, а сейчас мы строим новую. И это очень важно для поколения, которое воюет так же, как воевали в те времена. Вскоре Украинский институт национальной памяти представит сайт, с помощью которого, как на машине времени, можно будет перенестись в прошлое столетие и наблюдать за тем, что происходит в революционном Киеве. Анна Нестеренко, Владислав Посудевский, UATV. Настоящий музей украинской росписи на обычной детской площадке. В Киеве в одном из ландшафтных парков появились особенные качели. Десять киевлянок решили своими силами превратить их в настоящие арт-объекты. Что из этого вышло, видела Алевтина Пилипенко. Даша вместе с мамой Александрой каждый день приходит в этот парк. Отсюда открывается один из лучших видов на Киев. Теперь Даша смотрит не только на столичные холмы, но и с удовольствием катается на качелях, изучая их. Приятно смотреть. Действительно, такая детская площадка получилась. Конечно, и для детей, и для взрослых очень интересно и красиво. Сразу настроение поднимается в солнечную погоду. И котики красивые то, что детям нравится. Идея разукрасить детскую площадку появилась давно, говорит Юля. Для этих целей использовали только натуральные кисти. Хотелось, чтобы это было интересно детям, чтобы наше мастерство заставляло улыбаться и делиться позитивом. А еще, если вы знаете, Петриковская роспись невозможна без кисточки кошачки. Это такая легендарная кисть. Из кошачьей шерсти именно ей делают такие росписи. Это уникальная кисточка, ведь в других техниках ее нет. Петриковская роспись – одна из жемчужин украинского декоративного искусства. Она зародилась несколько сотен лет назад в поселке Петраковка Днепропетровской области. В 2013-м ее включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. По сути, это определенный код национальной идентичности. Важно, чтобы он не был каким-то архаичным. Нужно, чтобы развивался и активно входил в быт современных людей. Активисты планируют разрисовывать и другие объекты. В следующем году росписью украсит веревочные парки и спортивные площадки Киева. Алифтина Пилипенко, Дмитрий Гришко, ЮЭй ТВ. Каким вы увидели этот день наши корреспонденты? Завтра будут другие новости. Начнем рассказывать вам о них уже с 9 утра по Киеву. Я же прощаюсь с вами. Берегите себя и Украину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова